Новоживотинное возникло в 70-х годах 17 века. Название связано с возникновением в конце 16 века в глубине леса у ручья Животинного села, которому этот ручей дал название. В отличие от него, новое село, основанное крестьянами Животинного, стали называть Новоживотинным, а Животинное со временем превратилось в Староживотинное. История Новоживотинного села неразрывно связана с историей крупных российских землевладельцев Веневитиновых. Родоначальником рода Веневитиновых был Терентий Веневитинов, атаман в крепости Веневе. Здесь в Веневе он и родился, получив свою фамилию от названия города. В конце 16 века Терентий Веневитинов переселился в Воронеж, став здесь атаманом детей боярских. Терентий обосновался и в сельце Животинном, именуемом сегодня Староживотинным. Новоживотинное же было основано его внуком Лаврентием Ерасимовичем и правнуком Антоном Лаврентьевичем, которые приобрели здесь, на левом берегу Дона, тысячу десятин земли и переселили на новое место нескольких крестьянских хозяйств из Староживотинного. Село Антон Лаврентьевич записал на своего сына Фадея. Первое известное документальное свидетельство о существовании Новоживотинного относится к 1678 году. В то время оно было деревней. Уже в мае 1703 года в Новоживотинное перевели из Староживотинного и Архангельскую церковь. Церковь эта была деревянной. Каменная была возведена в селе в 1780 году. Начало 19 века было отмечено особой датой как для рода Веневитинного, так и истории Новоживотинного. В 1805 году родился будущий поэт, критик и философ Дмитрий Владимирович Веневитинов. Место рождения поэта – Москва, но фамильные корни его здесь, в Новоживотинном. Позже владельцы Новоживотиновской усадьбы перебрались в Москву. В Новоживотинном они появлялись, как правило, лишь летом, чтобы отдохнуть на Дону. Детские впечатления от села остались в памяти Дмитрия Веневитиного на всю его короткую жизнь. В 1824 году он побывал здесь, будучи уже 19-летним юношей. Поездка была далеко не развлекательной. Мать поэта Анны Николаевны, похоронившая мужа, была далека от хозяйственных дел, поэтому послала сына разобраться с жалобами крестьян Новоживотинного. Поездка эта повлияла и на его отношение к жизни, на его мировоззрение. В историю Новоживотинного вошло еще одно литературное имя. В 1887 году здесь, в имении Веневитиновых, жила и работала гувернанткой автор знаменитого романа «Овод» английская писательница Эттель Лилиан Войнич, знакомая с русским освободительным движением не только по книгам, но и по встречам с его участниками. Молодая англичанинка Лили Буль, которой было тогда 23 года, живо интересовалась судьбой России. Это и привело ее в Петербург, а затем и в Новоживотинное. В конце жизни писательница, переселившаяся к тому времени из Англии в Нью-Йорк, написала воспоминания об этой поездке и в том числе о пребывании в селе. Впечатления России остались также в одном из ее романов. В Новоживотинном об Этте Лилиан Войнич напоминает ныне мемориальная доска, установленная на усадебном доме Веневитиновых. В 1890 году в Веневитинове была построена в Новоживотинном церковно-приходская школа. Начало XX века отмечено для села тем, что земский врач Шенгарев, впоследствии известный публицист и политический деятель, произвел в Новоживотинном, а также в соседней Маховатке, обстоятельное обследование санитарно-экономических условий жизни крестьян. Результаты обследования легли в основу книги «Вымирающая деревня» 1907 года. Рисуя безотрадную картину жизни села, автор писал, низкий культурный уровень населения и его ужасающая материальная необеспеченность и безземелье стоят в непосредственной зависимости от социальных ошибок прошлого времени и от общих современных условий русской жизни, лишивших ее свободного развития, самодеятельности и просвещения, условий, благоприятствовавших крайнему обострению влияния тяжелых социальных отношений. Результатом этого крайнего обострения, о котором говорил земский врач, стал крестьянский бунт в Новоживотинном в октябре 1905 года. Отрицательно сказалось на положении крестьян Новоживотинного, как и многих других сел России, русско-японская война, но еще сильнее подорвала экономику Первая мировая война. В церскую армию было взято 140 новоживотинновских мужчин. И если учесть, что по переписи населения 1897 года в селе было всего 96 дворов, то можно понять, какими бедствиями для Новоживотинного стала эта война. Советская власть была установлена в селе в декабре 1917 года. Этому предшествовал ряд событий. В мае село снова было охвачено крестьянскими волнениями. Попыткой решить вопрос военной силы не увенчались успехом. Солдаты отказались подчиняться начальству. А летом при имении Виневитиновых был создан комитет бедноты. Уже тогда он стал фактическим хозяином поместья. Весной 1919 года новоживотиновские бедняки организовали сельскохозяйственную коммуну. Инициатором ее создания был Василий Андреевич Поверьев. В том же 1919 году новоживотинные захватили войска Мамонтова. Село оказалось на самой линии фронта и подвергалось налетам белогвардейцев неоднократно. Новоживотинное было освобождено конницей Буденного. Старожилы вспоминали, что сам Буденный лично побывал в селе и встречался с новоживотиновцами. В 1974 году правительством России было принято постановление, которому суждено без сомнения сыграть важную роль в судьбе новоживотинного. Этим постановлением усадьба Виневитиновых объявлена памятником истории и культуры. Она взята под охрану государства в 1987 году решением Воронежского облсполкома усадьба передана Воронежскому дому-музею Никитина для создания в новоживотинном филиале музея-усадьбы Дмитрия Виневитиного. А она, история, как известно, не стоит на месте. Она продолжается. Село, как и прежде, является одним из крупнейших населенных пунктов Ромонского района. Оно насчитывает 1998 жителей. В настоящее время в селе работает больница на 25 мест с амбулаторией к услугам новоживотиновцев, 5 магазинов, детские ясли на 90 мест, на 400 учеников рассчитана средняя школа, расположенная в двухэтажном здании. Есть в селе и Дом культуры, также отделение связи, почта, АТС, телеграф, отделение Сбербанка. АТС, телеграф, отделение Сбербанка.